так все я с турции выбрался здесь еще третий пункт на котором просто посмотрели номер пробили по базе и впереди вот вывесочка республика болгария здесь какая-то дезинфекция прикиньте меня сейчас будут дезинфицировать надо так чтобы я не сильно мокрый был чтобы я в луже тут не стоял это прикольно а чё не дезинфицирует днище опа давайте помоем моток у давайте из-за дочек все помыли поляпали поляпали и нормально ага дезинфекция стоит денег наверно хэллоу окей у меня 0 денег они давали какую-то монетку ему а у меня 0 по нолям здесь жопа здесь откровенная жопа я сейчас наверное сделаю финт ушами я поставлю моток и пойду дам документы пойду дам документы вручную ну все я аккуратненько всех поблагодарил что меня запустили сейчас проверим мотор 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 но ребят ну и скромности я таможню не снимал ну мало ли они махнули вообще мне рукой говорят давай good bye уже отсюда куда-нибудь туда намного стало чище ну а бочные тоже бывает он загажены но исчезла пыль характерная для турции исчез каменью по обочине и вот эти вот все нагромождения а пейзаж пока абсолютно не меняется на ютюбе дядя миша в жизни просто миша привет ты давно меня ждешь но вы уже поняли да что никакая подписчица меня не ждал я так вас развел у нас сейчас стратегическое совещание как мы тут развернули полностью карту отходи сюда да давай мы находимся и в общем у нас серьезные планы мы решаем как мы пойдем в родопы правильно все мы скоординировали наш маршрут и у нас сегодня за главного он ведущий а я иду следом но чуть-чуть маршрут я себе продублировал примерное направление мы выбрали в горы и начнем с городка смолен а перед этим надо заехать он рекомендовал обалденные какие-то там мосты есть и потом будем двигаться к границе с грецией а едет он без навигатора я говорю как ты вот так вот я а название запомнил то запомнил все запомнил но я сейчас посмотрел на карту да действительно это наш поворот все правильно я по знакам заканчивается городок осиновград и мы прямо вот сейчас по идее должны уходить в горы это один из самых больших горных массивов здесь в болгарии мы привыкли его называть родопе но звучит правильно как миша меня исправил родопы и это не одна гора это целая система как я говорю горный хребет тянется вдоль всей границы с грецией а ближе туда к македонии более маленькие пирин или пирин вот опять с ударением я провтыкал а выше пирина рила и вот там находится рильский монастырь вот он с меня смеется говорит вы захарчиком были все рыльские озера рыльские озера не рыло а рила а вот это вот над нами возвышается на вершине горы по моему осиновградская крепость а там был поворот направо прикольно наверно с нее классные виды но мы не стали поворачивать потому что почему не стали потому что только начало здесь еще горы не такие грандиозные как нам хотелось бы ну и не тратить лишнее время хочется чуть чуть больше дальше углубиться это часть болгарии и юго-западный регион уже давно был у моих заметках еще со времен моей первой поездки по балканским странам я умудрился поставить огромное количество точек по этой горной области то это выпадало на начало моего мотопутешествия и я ограничивался рильскими озерами и врачанский балконом то это уже было завершение когда после трехнедельного трипа с палаткой по греции я уже пролетал через монтану и един с мыслями покатать еще немного по горной румынды болгария постоянно и незаслуженно оставалась за бортом и вот наконец в этом году я решил наверстать все упущено тем более появилась возможность познакомиться с мишей с моим подписчиком я сегодня особо на нашем пути ничего вам не озвучиваю я очень сильно соскучился за вот такими вот горами просто нереально я не видел с момента грузии до турция совсем другая но пока ничего такого сногсшибательного грандиозного не было а я аж все сижу жду жду еду я думаю сейчас обрыв сейчас скалы а здесь нужно просто ехать и наслаждаться по вот этой до узенькой дороге наслаждаться мотопутешествием я открываю для себя вообще новое направление наша дорога вот так вот круто вверх не забирает нет такого что мы там загребаем на какой-то перевал нет но она так мягко нас поднимает в гору я вначале даже не обратил внимание ощущение только по температуре начинает вот холодать я не же говорю там палатка все варит но учти ночью здесь температура может падать сейчас до плюс пяти градусов это кучу серьезным говорит ну да это же горы я привык горам которые плюс 30 ну 24 ночи а здесь вот глушь такая я километраж не знаю сколько мы идем по этой извилистой дороге навигатор не включал по времени тоже не засекал вот петляем 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 а вот сейчас явный подъем мы прошли где-то вот там вот внизу дорога идет зигзагом не начинается вот настоящего такой вот подъем как змеечкой в гору но я кайфую от этого леса я так давно не видел таких высоких обалденно красивых деревьев вы только посмотрите а я и ушли от реки и сразу чуть чуть теплее стало солнышко светит обалденно хочу заночевать в сосновом лесу но только чтобы не холодно было я специально сниму название точки которые мы добрались чудни мостовая переводится как ванды full bridge то есть прекрасные мосты красивые мосты на самом деле да какие есть переводы как можно там никакие все в одном чудные чудесные замечательные прекрасные волшебные то есть все это в одном слове чудные да то есть синонимы можно подобрать какие угодно мы просто сейчас взбираемся но я видел вот оттуда люди снизу заходят там внизу река речка заходит под мост мы сейчас на мосту вот там вот вдалеке как прорубленный тоннель да это мост а для чего их делали не делали река вы молода так добрый мишу мы оставили наверху а я иду вниз для того чтобы полюбоваться всей этой природной красотой он имел ввиду вот этот мост вы только посмотрите обалдеть посмотрите какие девчонки маленькие и какой огромный просто огромный мост я реально в восторге вы только мне не рассказывайте что в болгарии нечего смотреть фантастика просто фантастика вот так надо смотрите фантастика да а а и и и и и и и и и я сейчас на спускаюсь вниз и чувствую что подыматься мне будет непросто но я хочу еще один посмотреть если тропинка конечно вот такая вот не закончится все я уперся в тупик за мной огромная расщелина еще одна и такое ощущение что это с какого-то фантастического фильма про другую планету это у меня запеченный картофель это какая-то сырная штучка думал что будет больше надо спец ну давай если что бери потому что я ж не знаю как солят а вот и мой салатик но пахнет не соленым а спонсор нашего сегодняшнего обеда не дал мне меня деньги говорит ты в гостях говорит ни в чем все не отказывай и завез в лес я буду записывать твое выступление это что на болгарском это называется шарина сол переводе можно сказать пестрая соль я тебе скажу одну вещь скажи я пока это все не увидел я не понял насколько я голодный как мне миша объяснил здесь есть такое понятие как хыжа это дом туриста дом путника это хост стол расположенный в лесу это домик где предоставляют койко место поэтому скорее всего мы здесь остановимся правда хлеба у нас нету но зато есть консервы а местечки здесь зачетные нифига себе вот это вот хыжа это уже не хыжа это целый отель наверно поедем еще дальше еще одна есть там что-то хочется поскромнее поуютнее и по по душе мне что ли очок какой сейчас курс к леву один дом примерно евро я сразу увидел огромное здание думаю блин наверно денег стоит он сказал что это еще не самая большая есть еще больше и это нормально искал вообще чтобы я не переживал не парился он выступает моим спонсором 8 евро с человека это больше всего похоже на советский союз она наверно так и было когда-то данным давно строились гостиницы в горах для того чтобы люди приезжали отдыхали и здесь как прям запах советского союза посмотрите когда-то когда-то это было очень круто вот такой вот холл такой вот балкон приезжали трудящиеся со всей страны с какой со всей страны советского союза и отдыхали в болгарских горах все по-спартански три кровати даже свет есть раз два три и все что нам еще надо для полного счастья сортир и он уже не за туалет и даже замаскированный об душ но самое интересное самое крутое это вот вид который открывается с нашего балкона да ты уже не мешаешь ты уже сопишь всех птичек уже распугал и вон можно было палатку там далеке доброе утро процесс вязания как говорит миша все сложено пока складываемся выходит солнышко мы так тепло оделись и такой стою и кажется уже будет жарко но мы сейчас будем чуть-чуть по горной дороге идти поэтому наверно пойдем одеты этом в кофте во всем на вечером было так ну как бы ночью прохладненько правда с открытым окошком спали так ну что миша вы меня не выпускает вперед я потихонечку порулил на спуск а он меня догоняет у него крейсер просто комфортный намного меньше чем мой и вот чтобы я не тарахтел за ним я ним напряжно пойду тут одна дорога на спуск я потихонечку повалил по красивому лесу ну вот где-то мне минут сорок и типа вот такой вот лесной дороги вниз на основную трассу которая идет на чателаре а потом будем спускаться на помпорово это я так вам общих чертах рисую что вы понимали где мы шаримся красивейший лес просто очень душевно я не жалею что мы вчера остановились в хиже и не поехали рыскать дальше в поисках место под палатку пошли посмотрим газ в этом магазине в небольших туристических упаковках вот такой баллон но он по-моему без резьбы но у меня где-то я с собой вожу переходничок чего пробивается и там остается в контейнер ой пошел я поищу переходник где-то у меня там где-то я только не знаю где на мой переходничок подходят вот такие вот баллоны еще смазка цепи 4 евро и вот эти две штуки тоже 3 евро карта дякую мой выбор пал на кофе со сметаной не пугайтесь это кофе с молоком попробовать местную выпечку миша меня говорит это это просто шедевр да а раньше хорошая вещь много раз принципе был очень уважают и очень много и такой у нас слышите утренний перекус атмосферного чина колокол ладно приятного аппетита дороге просто кайф неважно по основной либо свернул на чапилар качество вообще абсолютно не изменилось я думаю это из-за того что все вот идет мелкие городки это какие-то небольшие курорты и сейчас чем выше забираюсь тем они становятся наверное более популярными за счет этого и качество дорог так давай-ка миша аккуратненько так ну что мы и рулем с тобой на все эти дьявольское горло еще там бог чо и там водопад триград короче на ягодину ягодинская пещера я тебя на критических каких-то моментах буду поджидать вопросов нету я обобщил и сказал по моему горнолыжные курорты но это неправильная формулировка скорее всего правильно сказать базы отдыха которые расположены вот именно здесь в лесу воином лесу миша жульничает он сто процентов сам когда сам едет быстрее чем со мной я его еле догнал потрясающий спуск клевый ну что поехали чуть-чуть вперед сейчас туда идеальный асфальт просто идеальный не новенький хотя дорога вот это по которой мы идем помечена на карте белым цветом но она лучше чем предыдущая обожаю но у нас оффрода не будет я вас предупреждаю сразу никаких критических моментов потому что классы мотоцикла у нас абсолютно разные и я миша даже не хочу предлагать потому что ну зачем нам эти сложности мы уже вместе будем ехать вместе тем более все наши места которые мы хотим в основном посетить находятся в зоне доступа хороших дорог а просто цвет обозначает не качество дороги а ее региональное назначение областные основные магистральные межгалактические ты дурак ты дождался пока я буду ехать лопоухи слышишь красавчик в общем мозги не включают по зеркалам не смотрят и что на дорогу смотри не дадут кайфануть поехал поехал весь кайф обломала посмотрите какие домики смотрится классно да так а у меня куда поворот у меня поворот прямо чем дальше и глубже мы забираемся с одной второстепенки на вторую со на третью тем заканчивается вот такой мягкий лес сосновый холмистый и начинаются такие вот скальные обрывы но это не удивительно потому что впереди водопад пещеры еще что то чего я не помню а а здесь более ответственные скалы крутые развороты и сколько нам остается 900 метров идем четко по руслу реки а вот ну вот это вот и весь водопад по большому счету но он такой маленький небольшой я сразу его не заметил а везде сейчас очень много родников по всей дороге он даже кружки стоят посмотрите и конечно наверное весной он фигачить здесь более основательно это мы к дьявольскому горлу пробираемся спасибо такая дорожка тут узенькая га вода на идет 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 вдоль реки что там миша за мной держится нормально отличные места для отдыха вот встречаются очень часто лавочки какие-то беседочки маленькие я сейчас полностью так как бы снимаю для того чтобы вы это все увидели здесь потрясающе красиво здесь шикарный лес красивые скальные вы посмотрите горы переезд через реку вот таким вот мостиком не римские конечно не древние греческие какие-то но тем не менее у мы идем по канину по расщелине надо будет остановиться фотку сделать все как хотите вот здесь от кармашек такой сейчас надо миши оставить местечко я не могу это пропустить то и машина проедет как раз фоточку делать бесполезно все равно это все плоское пытался машину поймать в кадре как она идет по вьющейся дороге а я не успеваю дэна темная вот такой скальный крутой обрыв каньон каньон нам 500 600 метров 500 600 400 400 продолжаем углубляться ух и тут тут тоннельчик ага ну а как бы по-другому вот так можно конечно под скалами поставить сделать фотку все и миша отстал все делать где тоже фотографии очередную вырублены грубый в скале тоннель вообще абсолютно не обложен цементом ух на противоположной стороне вы только гляньте ай-яй-яй вот ради чего мы сюда и ехали здесь много туристов оказывается просочились когда они просочились все мы на месте мы на базе местечко сейчас надо найти где-нибудь афиг там найдем и местечко ла 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 но я вот здесь наверно ниже поставлю здесь расширение дороги машина если что сможет выехать и если что я смогу выехать билет стоит 6 левов но просто так вы не войдете потому что запускают группами через десять минут наша а дальше какая-то карвийская пещера если я правильно сказал так там вообще все плохо там предварительная запись за день за что это очень крутое место я вам ссылочку в описании на я . та это уже дыркает а я вам ссылочку оставлю обездают у 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 я это вот там вот водопад его не видно но очень хорошо слышит все это дело надо снимать ночной съемкой потому что масштабы не передаются камерах гоупро не вытягивает такой формат видео ну оно просто и просто громадное высоту 47 метров, мне кажется, даже больше Готов 288 ступеней Выход на руку Естественный вход в эту пещеру Абсолютно ничего не видно, куда идут верхлюги Но видно уже дневной свет И может быть даже вот это водопад Я точно не скажу вам Потому что там в глубине тоже падает вода И вот туда вот вниз она стекает, стекает, стекает И где-то оттуда мы поднимались Высота поражает Давай Остается 8 ступеней Не просто Но можно Меня, наверное, спасает то, что я За время путешествия Я думаю, килограмм 5 Это минимум я сбросил Так что смело едьте сюда Идите на экскурсию Это буквально 30 минут И что-то такая информация Там National Geographic Унесли и эту пещеру в сотню Там мистических мест Мира, что ли Потому что непонятно, куда уходит вода Что-то у них там бывало Они исследования проводили И краску бросали И какие-то зонды пускали Они не могут найти выход И я неправильно назвал это место Это не каньон Это Триградское ущелье Когда мы заходили в пещеру Начал накрапывать дождик И самое интересное То, что сейчас светит солнышко Поэтому, я думаю, нам В дальнейшем будет вести с погодой Я не знаю, что я сказал Но, в общем, Дьявольский мост Параллельная дорога За вот этой горой Там, где опять начал моросить дождь И я все-таки надеюсь Что мы сегодня по горам Пройдем больше, чем 80 километров Которые прошли вчера Вчера мы вообще рекорды били Вообще жестко, жестко Но сегодня 80 есть уже У нас еще полдня впереди Так вроде распогаживается Все будет хорошо Мы находимся Дьявольское горло Мы поднимаемся до Тешила Спускаемся по параллельной дороге До Дьявольского моста Но его здесь нету Здесь Ягодинская пещера Насчет пещеры не уверен Но нам хватило, наверное, это Потом мы мимо Девина В банкомат заедем, да, Миш? Пойдем наверх Вот-вот сюда Кричим, да? Здесь вот эти вот все развязки Суть такая Нам надо попасть на вот эту вот Оранжевую дорогу Батак Батак, да? На Батак Из Батака вниз Мы на Доспад Вот это вот красивый, Миша говорит Перевал Доспадский проход Доспадский перевал Ездил, пробовал Говорит The best of the best Надо рулить Срочным образом Вот сюда Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин